Здравствуйте! Как всегда, вот время по вторникам. В эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Напоминаю, что наша программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моей сегодняшней гостье. А в гостях у меня сегодня директор Щелковского многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг Инга Кривошеева. Добрый вечер, Инга Юрьевна. Здравствуйте, дорогие жители Щелковского муниципального района. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Если можно, вашу должность сразу немножко сократим, так удобнее будет. Директор Щелковского МФЦ. Я думаю, что все уже наши зрители знают, что это такое. Напоминаю нашим зрителям, что были вы у меня в гостях ровно год назад. Спустя полгода после открытия МФЦ у нас в районе уже тогда можно было говорить о каких-то достижениях. Но я думаю, что за год еще тоже очень много чего изменилось. Поэтому начнем с хорошего, с достижений. Как изменился МФЦ за этот год? Насколько увеличилось число посетителей и количество оказываемых вами услуг? Пожалуйста. Ну, конечно, год был очень трудный. Год был очень ответственный. Это, наверное, такое, ну, вот эти полтора года мы поработали, было и трудно, и тяжко. Но и есть первые результаты. Ну, конечно, мы выросли сами. То есть, если мы начинали, у нас было только 23 окна в Щелково. Теперь у нас есть Щелково стало 25 окон, открылся большой филиал на 5 окон в Монино, и появилось 14 удаленных рабочих мест, которые практически во всех наших городских и сельских поселениях находятся. Теперь у нас обеспеченность жителей Щелковского муниципального района даже не 90%, как положено по стандарту, а 100%. То есть мы выросли сами. Выросло наше учреждение, увеличилось количество сотрудников, работающих непосредственно с людьми. Ну, и с другой стороны выросли и услуги, и количество услуг, которые мы оказываем. Если мы в прошлом году, по-моему, говорили о 140 услугах, которые были в прошлом году на это время, то теперь это уже практически 250, 249, если быть точными, услуг мы оказываем. И если за весь прошлый год мы приняли 72 тысячи заявителей, 72, 267, если точно, то в этом году мы уже перешли за 300 тысяч. То есть, конечно, рост услуг колоссальный, рост услуг большой. Мы получили большой опыт и работаем в этом направлении дальше. Ну, вот вы сказали, 300 тысяч за год, то есть даже за 11 месяцев этого года. За 11 месяцев года еще нет. Но это получается, что каждый житель Щелковского района в среднем, да, включая самых маленьких, полтора раза побывал в МФЦ. Ну, не совсем, наверное, так, но по количеству, если чисто взять статистику, то так. Ну, если у нас 200 с небольшим тысяч, да, то так оно и есть. Ну, вот я просто помню, да, опять же, по прошлому году, вы как раз говорили за октябрь, ну, опять же, вы начинали в начале, в апреле в тестовом режиме, да, за первый месяц было что-то там тысячи, потом две. В октябре, то есть, когда вы вышли уже на, скажем, полный уровень оказания услуг, ну, по тому масштабу, который был год назад, то за октябрь у вас было 12 тысяч, что, в общем-то, уже много, но по сравнению с тем, что есть сейчас, это все-таки намного меньше. Ну, вот вы сказали, что открыты филиалы, или как они называются, да, пункты приема документов, приема и выдачи документов во всех поселениях нашего района, да, у нас их всего 10. То есть, а вот почему 14? В Монино, да, еще один отдел МФЦ. С чем связано, что вот где-то по одному, да, пункту, а в каких-то поселениях по два? Норматив 5 тысяч на 5 тысяч населения должно быть одно окно. Если в городском или сельском поселении больше, чем 5 тысяч жителей, даже если не доходит до 10, все равно окна будет два. То есть, есть такие поселения, где работает режим двух окон удаленных, есть такие поселения, где работают три окна удаленных этого Фрианова, да, есть такие поселения, где одно. Мы все работаем, мне хочется что сказать, что независимо от того, что это поселение, и что оно и работать может меньше, не с 8 до 8, как настоящее окно МФЦ, но это поселение услуги в этом окошке, вы получите все те же 250, как и в нашем головном офисе. Ну, вот мы не будем, конечно, сейчас перечислять все две с половиной сотни услуг, которые вы оказываете, но хотелось бы все равно узнать, какие популярнее всего услуги у населения? Ну, по-прежнему, как и в прошлом году, прежде всего, это услуги Росреестр, Кадастро, вот эти федеральные услуги, и очень сейчас популярные, очень большие услуги, которые нам передали услуги Министерства труда и социального развития, соцзащиты населения. То есть практически все услуги, которые оказывают именно вот этой вот социальной группе населения, оказываем теперь мы. Конечно, это такой был для нас очень серьезный экзамен, потому что, ну, свои особенности есть, и действительно, и свои подходы, и нужно все это сделать быстро, и нужно все это сделать четко, и нужно так, чтобы не было очередей, и ошибались мы сначала. Но сейчас уже можно сказать, что да, наверное, мы с этой задачей справились, уже эта система отрегулирована, и мы работаем, практически все услуги, вот мы оказываем, и услуги это очень востребованы. Ну, и по-прежнему, конечно, востребованы услуги, которые для наших молодых жителей, постановка детских садов для детей, и материнские капиталы, реализация средств материнского капитала, и услуги миграционной службы. Ну, я даже не могу сказать, вот все услуги востребованы, наши муниципальные услуги, которые оказывают, наши сотрудники, которые работают, они универсальные специалисты, то есть они должны уметь знать и правильно оказать все услуги, с которыми к ним обратились граждане. Ну, чтобы, как говорится, не быть голословным, предлагаю сейчас посмотреть видеосюжет, который, сразу скажу, составленный из двух маленьких репортажей, которые проходили у нас в новостях, но, тем не менее, они были с интервалом буквально в 2-3 дня, поэтому, в общем, на одну и ту же тему. В общем, давайте посмотрим, как работает сейчас МФЦ. Внезапной проверке руководителя администрации подвергся в субботу многофункциональный центр. Алексей Валов побеседовал с сотрудниками, поинтересовался, сколько клиентов принимают в день, сколько времени фактически уходит на обслуживание. Узнал, что думают о работе МФЦ посетители, сделал выводы. Руководитель администрации Алексей Валов поздравил сотрудницу центра Сундарееву Марину, которая заняла второе место в региональном конкурсе «Лучший сотрудник МФЦ». Наша Марина Сундареева, она заняла... Ну, лучшая, да. ...вниматель, она у нас лучшая, у нас 2-е место. Сколько у вас минут уходит на обслуживание клиентов? Ну, от 15 до 30. Опросил жителей, нет отторжения, есть только положительный отзыв. Это здорово. Не обошлось проверки и без небольшой ложки дегтя. Оказалось, оборудование центра в зале ожидания успело изрядно поизноситься. По словам Алексея Валова, такие проверки будут продолжены, чтобы не допустить падения качества услуг Щелковского МФЦ. Ну, про ложку дегтя мы поговорим потом, а пока все-таки о достижениях. Ну, во-первых, конечно, разрешите поздравить вас. Вот, второе место по области сотрудник Щелковского центра Марина Сундареева. Это большое достижение. Но вот то, что Алексей Васильевич в коротком интервью сказал, главное, это не место в рейтинге, а то, как работают. Насколько я знаю, то и сам Щелковский МФЦ тоже вошел в десятку первых в нашем регионе, в Московской области. Вот просто в этой связи хотелось бы спросить, по каким критериям оценивают, как работу в целом МФЦ на этих рейтингах. И уже все-таки несколько десятков практически по всем муниципальным образованиям. Ну, и как оценивают отдельно вот работу сотрудников, вот в частности на примере Марины. Ну, это вообще очень, конечно, приятные такие наши достижения. Это, ну, действительно, большая благодарность всем нашим сотрудникам, всему нашему коллективу, потому что это только наша совместная работа, но только всем вместе, работая вместе, можно было добиться таких результатов. То, что мы вошли в первую десятку, это рейтинг, который проводит наше министерство, Министерство информационных технологий, связи и государственного управления Московской области. И проводит рейтинг, при этом оценивается качество услуг, количество услуг, которые оказаны, и соблюдение всех требований, которые предъявляют при оказании услуг. А это, прежде всего, время ожиданий, которые проводятся в очереди заявителей, прежде чем получить эту услугу. Это время, которое оказывается эта услуга. Ну, и самое главное качество, это по количеству, судится, возвратов из ведомств, и информация идет обратная связь из ведомств о том, что услуга правильно или неправильно заведена. Ну, вот видите, мы тут оказались достаточно с хорошими результатами, с положительными. То, что касается наших операторов, которые заняла второе место в конкурсе Московской области, ну, очень хочется, ну, действительно хорошее достижение, и потому что это конкурс именно на знание, конкурс на возможность работать с людьми, то есть это и на знание ситуации, и знание, как оказать услугу, и на возможность именно коммуникативные вот эти ее свойства, способность работать с человеком. Психологические такие тесты она прошла. И вот наша Марина оказалась одной из лучших в Московской области. Конечно, это очень большой для нас показатель. Ну, тут сразу напрашивается вопрос, как вы решаете проблему кадрового обеспечения, так скажем, где набираете сотрудников, какие критерии к ним предъявляете, ну, и, конечно, какова, так скажем, текучесть кадров? Текучесть кадров – вопрос больной. Текучесть кадров, конечно, есть, показатель, который у нас снижается, но, может быть, вот в нашей ситуации, наверное, это и хорошо, с одной стороны, потому что в нашем деле, вот в нашей работе должны оставаться только те люди, которые именно любят работать с людьми, которые любят помогать, которые любят идти навстречу. Ну, это услуга, это возможность. Прежде всего, специалист, он должен быть не только грамотный, иметь знания во всех тех направлениях, которые он оказывает, он прежде всего должен быть еще и психологом, и грамотно работать с человеком. И поэтому у нас остаются только те люди, которые вот действительно, реально, которые любят эту работу, потому что работа с людьми, она же непростая работа, мы сами это все понимаем. Вот. И из 60 специалистов, которые работают у нас сейчас, вот больше 10 месяцев… Тут учитывается и щелковский МФЦ, да, и удаленные… Да, и 67, вот я говорю про 60 пока, которые работают, которые непосредственно принимают услуги населению, больше 9 месяцев проработало 40 с небольшим люди. И вот эти люди останутся работать. Остальные пока мы подбираем. То есть как время проходит, все равно коллектив у нас сформируется, и наша задача – сформировать коллектив именно вот из таких людей, которые, ну, подходят и любят это дело. И тут знания играют, конечно, роль, но не самую первую. Самую первую играет роль вот именно способность, возможность в коллективе и желание работать с людьми и помогать им. Ну вот, получается, стараемся собирать такой коллектив. Вот ядро уже этого коллектива есть. Я думаю, что самый главный вопрос, самый переломный момент мы уже прошли. Ну, я предлагаю посмотреть еще один сюжет на ту тему, как оценивают вашу работу представители вашего, так скажем, начальства, да, как вы сказали, Министерства информационных технологий, связи и госуправления Московской области. Это было еще примерно полгода назад, но тем не менее события, я думаю, достаточно яркие, когда к вам в гости приезжал замминистра. Поэтому давайте посмотрим, как это все происходило. Проверить на себе. Примерно так можно назвать проверку работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Щелковского района, которую провела заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Елена Дрыганова. Она лично находилась в роли оператора, в окне под номером 23 на протяжении нескольких часов принимала граждан, обратившихся в МФЦ. Сейчас, когда в перечень услуг вошел и целый ряд вопросов, составляющих социальный блок, количество оказываемых услуг достигло цифры 500. Изначально в поле зрения системы одного окна, как иногда называют многофункциональные центры, остается постановка на очередь в детские сады. Вот и сегодня заместителю министра в роли оператора по-своему повезло. К ней обратилась клиентка за этой, очень значимой для жителей, имеющих маленьких детей, услугой. Мало того, речь шла о младшем ребенке из ее шестерых. Прекрасная заявительница, в общем-то, такой случай. Шестеро детей у мамочки. Она, конечно, большая, молодец. Ну да, тоже пришла в МФЦ, специально построенный под МФЦ здание, поэтому учтены все тонкости работы, то есть учтены возможности приема людей с ограниченными возможностями, сделана вся инфраструктура доступной среды, предусмотрена большая зона ожидания, детский уголок. В общем, прекрасно организована МФЦ. Ну, а теперь, вот как в предыдущем репортаже говорилось, да, что все-таки ложка дегтя существует. Наверное, не только та, когда Алексей Васильевич Валов посмотрел стулья расшатные. Это не одна проблема. Хотя и стулья тоже это важно, особенно кто сидит и долго ждет. Все-таки какие трудности вам приходится преодолевать в своей ежедневной работе? Какие трудности нам предстоит преодолевать в своей ежедневной работе? Ну, прежде всего, обращаясь к гражданам, это наше, наверное, для того, чтобы самое главное, чтобы мы оказывали услуги грамотно, прежде всего, чтобы это вот проходило равномерное наполнение нашего многофункционального центра. Мы создали свой сайт. У нас есть сайт, на нашем сайте есть так называемый апельсин. То есть это показывает то время, которое наиболее благоприятно для выбора времени посещения многофункционального центра. Мы призываем всех активных граждан, которые планируют свое время, прежде чем уйти, заглянуть на наш сайт и посмотреть, какое время выбрать для того, чтобы прийти к нам. Потому что, ну, так получается, что иногда у нас бывает, когда люди приходят в одно и то же время, сразу, ну, приходит сразу большое количество посетителей. Что для этого сделать? Ну, предпринимаем, у нас много есть всяких технологий на то, чтобы как можно максимально работать, быстрее с очередью, спускается и в бэк-офис, так называемые люди, которые документы обрабатывают. Но, к сожалению, мы с таким сталкиваемся, что у нас бывает, мы знаем эту проблему, мы над этой проблемой работаем, чтобы этого не было. У нас существует предварительная запись, мы ввели у себя в своем колл-центре, можно позвонить и записаться практически на любую услугу, вас запишут, и тогда это уже будет, если вы не можете записаться сами с портала, потому что такую возможность мы тоже представляем, и может, если вам неудобно, вы можете позвонить и записаться практически, ну, на любую услугу вас запишут, и тогда вообще все будет спланировано время, вы придете, и вам легче, и нам легче, потому что четко распланирована графика, это всегда, и нервничать не будем, и очередей у нас не будет. Ну, вот это вот, наверное, первое, но работаем в этом направлении. Следующая проблема, ну, бывают перебои с работой программы, объясняем, записываем людей, когда нужно прийти, я знаю, что недавно такое было, могут быть вопросы, и я сразу хочу определить эти вопросы, действительно, мы в этом направлении работаем, такого нет. Ну, и дальше мы пытаемся на нашем сайте, у нас мы знаем, который с проблемой еще существует, трудно дозвониться до нашего колл-центра, к сожалению, количества, мы специально создали колл-центр, у нас работают специалисты, которые сидят и постоянно отвечают на звонки. Мы пробовали уже такой момент, чтобы было, ну, было, как вот, часто вы, наверное, встречаете наш, ваш звонок важен для нас, позвоните вы на очереди пятой, шестой, отказались мы от этого, поэтому у нас в порядке живой вот такой вот очереди, обслуживают все наши специалисты. И, ну, пока у нас количество желающих узнать результаты, дозвониться до нас превышает количество тех, кто может ответить, но для этого мы создали и вкладку на нашем сайте «Обратная связь», и призываем всех активно ею пользоваться. Там у нас есть электронка, мы отвечаем всем в таком, ну, в таком виде, именно электронный ответ, электронный запрос, и поэтому, ну, мы открыты для населения, если у кого какие-то возникают предложения, как нам улучшить свою работу, мы открыты для диалога и готовы поддержать любой диалог. Я хочу напомнить нашим зрителям, что к нам в студию дозвониться намного проще и быстрее, чем в МФЦ, напоминаю, номера телефонов 496, код города 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы, мои сегодняшние гости, напоминаю, в гостях у меня директор Щелковского МФЦ Инга Кривошеева. Инга, вот вы сказали, что я, конечно, заходил к вам на сайт, да, вот эта вот интересная страничка, да, график, когда лучше приходите, вы сказали, заходите, посмотрите, ну, у кого нет такой возможности, скажем, да, пока еще нет интернета или пользоваться не умеет, все в разных причин, если точно назовите вот время, когда к вам лучше приходить, чтобы действительно не сидеть в очереди. Ну, для неработающих граждан это, конечно, время тогда, когда основная группа населения работает. Это выходные дни, как-то вот суббота во второй половине дня у нас вообще практически пусто. Это после четырех часов вечера, каждый рабочий день, но не вот в этот промежуток, который с 7 до 8, с полседьмого до 8 опять пик начинается. Когда после работы выйдет. Да, когда после работы люди придут. Да, так что смотрите, всегда можно, но прежде всего я предлагаю, что самый оптимальный путь это записаться, делать предварительную запись, это несложно. У нас сколько популярна вот эта услуга, я имею в виду даже не колл-центр, а именно предварительная электронная запись. Какой, ну, примерно процент посетителей ей пользуется? У нас есть такая услуга, как услуга Росреестр, на нее можно попасть только по предварительной записи, потому что эта услуга достаточно длительная, достаточно четкая, она требует очень четкой регламентации, потому что если мы не сделаем предварительную запись, то люди, которые пришли с утра, они просто не дадут возможность людям, которые будут позже приходить записаться. И тут регламентирована работа окон именно так, что они идут только по предварительной записи. Остальные услуги идут в порядке общей очереди, и поэтому легче всего. Все равно мы агитируем за то, что лучше всего записаться. Хорошо. Ну вот как раз заработал наш колл-центр. Есть первый звонок, как мне сообщил режиссер. Поэтому давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, вы в эфире. Слушаем вас. Можно говорить, да? Да, да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пенсионерка, и у меня закончилось, вот я даже не знала неожиданно соцкарта, к которой я езжу в автобусе. Куда мне вот сейчас идти-то? Куда заявление-то писать? Можно? Да. Да, спасибо за вопрос. Приходить надо к нам. Приходить надо к нам, никуда заявление писать не надо, потому что общая система, она ведет учет, и если ваша соцкарта закончена, то за две недели до ее окончания уже готовая новая соцкарта лежит у нас. Приходите, получайте. Вот и сразу есть еще один звонок. Давайте пропустим вперед всех наших, не посетителей, всех наших зрителей. Конечно. И слушаем вас. Добрый вечер. Алло. Да, да, говорите. Да, здравствуйте. У меня вопрос такой. Я вот недавно приехал в Челковский район, и я бы хотел узнать, как мне посадить ребенка в очередь на детский садик. Что мне для этого нужно? Приходите с документами в наш многофункциональный центр. Для этого нужно, чтобы вы нигде больше в Московской области не стояли на учете, ни в каком другом районе, в детском саду, потому что одновременно в разных районах Московской области в очередь на детский сад стоять нельзя. Не получится. То есть вы должны прийти и встать в наш Щелковский муниципальный район, если вы нигде не стоите больше в другой очереди. Спасибо, то есть я беру документы, и любой из родителей приходит, да? Да, любой из родителей приходит. Все документы, какие нужны, есть на нашем сайте. Лучше всего опять возвращаться к тому вопросу, записаться предварительно. Посмотрите на услугу детского сада, можно записаться. Спасибо за вопрос, спасибо вам за ответ, Инга Юрьевна. Но вот я хотел как раз продолжить эту тему, да, постановки, ну, что-то детский сад. Вы сказали, понятно, что если он в другом районе стоит в очереди, то, естественно, нельзя встать в Щелковском районе. Но а вот как обстоят дела с регистрацией? Насколько я помню, были такие случаи, по-моему, даже и в прошлом году тоже такое было, когда, допустим, родители или один из родителей зарегистрирован у нас в районе, да, а ребенок нет, вот... Не имеет значения. Все равно можно поставить, да, учет? Не имеет значения. Если вам нужно поставить на учет, если вы живете в Щелковском муниципальном районе, ребенок должен в детском саду ходить здесь, то вы можете его поставить сюда. Ну вот поскольку сейчас говорили тоже первый вопрос, который касался социальных карт пенсионеров, ну, не только пенсионеров, а вообще льготников, конечно, которые имеют такие социальные карты, то есть, если можно, чуть более подробно как раз вот об этих соцуслугах, которые вы получили в этом году от Центра соцзащиты. Что еще туда входит, если это такой большой перечень? Ну, там весь полный большой комплект, весь полный большой комплект наборов соцуслуг мы выдаем и... Ну, как вы выдаем? Принимаем заявление и выдаем результат конечной услуги и на... ну, вот всему вот этому социальному, социальному блоку жителей. И социальные карты, и это и удостоверение, и удостоверение ветеранов труда, и удостоверение многодетных, отцов, многодетных матерей, и решение всех вопросов по пособиям, по пособиям на детей, по компенсации услуг ЖКХ. То есть, это все можно оформить, человек приходит и разом все оформляет у нас. Нам передали большой пакет документов, мы принимаем по жилком субсидии. Вот многофункциональный центр, это действительно мы должны для себя понять, это такое учреждение, которое выступает для упрощения связи, выступает для связи между органами государственной власти, которые услуги оказывают, и между людьми, которые в этих услугах нуждаются. Потому что у нас сразу можно подать документы на многие услуги, плюс человек может подать на много услуг, ему не надо ходить по различным кабинетам, там обивать пороги, в одном кабинете брать одну справку, в другом кабинете другую справку, потому что четкий набор документов, который находится у нас на сайте, размещен в регламентах, который у нас находится в зоне информирования, в нашем МФЦ, вы можете увидеть четкий набор документов, которые вам нужны, он минимален, поверьте, для услуг. Те услуги, которые есть в государственной системе, в государственной системе базы данных, они будут заказаны при исполнении вашей услуги по системе так называемого документа оборота внутреннего, СМЭВа, межведомственного документа оборота, даже без вашего участия. Вот в чем удобство оказания услуг через многофункциональный центр. И оказание услуг вот именно в таком электронном виде, потому что если вы подаете, если у вас есть система регистрации, вот в этой системе самоподтверждения идентификации, ИСИ, так называемая, если у вас есть вход в личный кабинет на госуслугах, если вы даете свою электронную подпись, вы даете свою электронную почту, когда вы подаете вот так вот услуги к нам, то у вас есть возможность отслеживать состояние, в каком, у кого она находится, ваша услуга, передана ли она исполнителю, как она исполняется, когда будет готовый результат. То есть вы практически со стороны наблюдаете, как ваша услуга оказана. Я считаю, что это очень удобно и действительно хорошо. Вот мы, Инга Верниямиду, телевидение, мы тоже выступаем неким органом связи между жителями нашего района и вот в данном случае между вами. Поэтому давайте послушаем еще один звонок нашего зрителя, потом уйдем уже на короткий перерыв. Добрый вечер, слушаем вас, ваш вопрос. Алло. Да-да, вы выехали, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Мой вопрос к вашей гости. Извините, вот отчество как бы не запомнило. Инга Юрьевна. В общем, мы недавно были у вас с дочерью, оформляли ей паспорт. Ей 14 лет исполнилось. Вот. И как бы случайно узнали, что регистрацию правособственности тоже можно у вас оформить. Вот. Вот, значит, земельный участок у нас собственности, дачный участок, вот, и домик тоже на нем, вот, нужно оформить его собственность. Вот, очень хотелось бы узнать, какие нужны документы и сколько это стоит. Инга Юрьевна, давайте вот подождем, у нас сейчас уже немножко время поджимает. Еще один звонок, давайте послушаем, запишем вопрос, а сразу после перерыва будем отвечать. Значит, сейчас у нас право собственности. И слушаем еще один вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Вот, я в вашем центре подавала документы на регистрацию собственности. Раньше выдавались официальные такие бумаги, свидетельства, а теперь вот мне выдали просто выписку из ЕГРП и с подписью сотрудника и с печатью. То есть, как бы вот сейчас это нормально или нет? Это действительный будет документ? Отвечаю. Спасибо. Нет, давайте мы все-таки сейчас перейдем к короткому перерыву. Просим зрителей оставаться с нами. Не переключайтесь. Вы получите ответы на оба вопроса. Ну и надеемся, что вы будете еще звонить по телефонам 567-1440, 567-1450. Итак, не переключайтесь. Телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450, код города 496. Остается все по-прежнему. Напоминаю также, что у меня в гостях сегодня директор многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг или просто Щелковского МФЦ Инга Кривошеева. Еще раз добрый вечер, Инга Юрьевна. Мы не успели до перерыва, вы не успели ответить на вопрос, потому что нам пришлось уйти на перерыв. Но сейчас у нас есть сразу два вопроса, которые задали наши зрители перед перерывом. Поэтому прошу вас, значит, напоминаю. Первый касался, насколько я помню, оформления земельного участка в собственность. Добрый вечер. По первому вопросу. Первый вопрос, по сути дела, это вопрос по дачной амнистии. Дачная амнистия продлена до 1 марта 2017 года. Это можно сделать, то есть легализовать все свои постройки, которые находятся на вашем земельном участке. Для этого самое главное, вы должны быть правообладателем этого земельного участка. Он должен быть, то есть вы должны прийти и принести к нам в МФЦ документ, на основании которого он находится. Либо это свидетельство о собственности, либо это аренда. И заполнить у нас декларацию. Декларация находится у нас на стойке, то есть прямо в МФЦ вы можете ее получить, вы можете ее заполнить там. Услуга стоит 350 рублей, это госпошлина. То есть все услуги, которые оказывает МФЦ, все услуги оказывает бесплатно. То, что мы, деньги, которые вы платите, это только госпошлина, которая принимается за исполнение вот этих действий, которые, этих услуг, которые вы заказываете. У нас есть банкоматы в МФЦ, не банкоматы, ну полтаматы так называемые. Где можно оплатить для физических лиц, вот сразу для удобства там все введено и достаточно легко все это проплатить в нашем учреждении. Так что мы вас призываем. Я на первый вопрос, наверное, ответил. Да, эти документы, которые нужны. Второй вопрос, да, новшество такое произошло в этом году с 15 июля 2016 года. Раньше, когда регистрировали собственность, выдавали такое вот свидетельство о собственности. Теперь это собственность, такое заключение по федеральному закону не выдается, а подтверждением права ваше все равно зарегистрировано. Подтверждением этого является вот эта выписка из ИГРП, которая единого реестр имущества, которые есть, которые вы получили. Вот это является документом, удостоверяющим ваше право собственности на этот объект, который вы зарегистрировали. И в дальнейшем, в любой момент, вы можете, если вам она будет нужна, и получить, и заказать, и вот эту вот выписку. Но вот ваше право точно так же зарегистрировано. Ну, как говорится, Инга Верна, Бог троится любит. Давайте еще третий вопрос. Нам сейчас зададут в прямом эфире, послушаем, и вы ответите. Здравствуйте, слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Здравствуйте. Я была владельца аптеки и хотела бы узнать, продлить срок действия лицензии на медицинскую деятельность можно теперь в МФЦ, как мне подсказали коллеги, и еще где можно будет потом получить лицензию? Нужно будет ехать в Министерство здравоохранения в Краснопорск или можно будет получить в МФЦ? Все документы вы подаете у нас, и получать вы ее по месту выдачи лицензии будете, не в МФЦ. Но все документы мы принимаем, да. Мы принимаем услуги и по лицензированию медицинской деятельности, и по лицензированию фармацевтической деятельности, и по лицензированию, ну, вот именно этих, да, мы принимаем такие документы. У нас можно это подать. Ну, вот как раз настало время сменить тему, и наша зрительница нам помогла, да, о том, что у нее свой, я так понял, небольшой бизнес, ну, неважно, это или предприятие малого бизнеса, или это ИП, собственно, аптеки могут быть, и индивидуальными предпринимателями. Вот хотелось бы узнать, какие услуги оказывает МФЦ малому бизнесу в нашем районе. Очень много мы говорим о том, что привлекать инвестиции, развивать малый бизнес, это и в целом по стране. И у нас в районе много сделано в последнее время, и инвест-часы проходят у нас в администрации постоянно, и действительно какие-то проекты стоящие выносят туда, и некоторые уже реализуются. Вот вы что делаете для них? Ну, мы готовы, то есть, если все учреждения Московской области работают с корпорацией поддержки предпринимательства малого и среднего предпринимательства 1 октября, мы работаем уже с 1 июня, как пилотный проект. У нас созданы специальные окошки, специальные люди обучены для того, чтобы оказывать услуги вот этой корпорации поддержки малого и среднего предпринимательства. Это услуги, которые для минимального набора документов, ну, просто может человек, который находится у нас, подойти, сказать наш ННН, сказать представителям какого учреждения юридического лица малого и среднего предпринимательства. И мы оказываем эти услуги. Пока этих услуг три. Это информирование о имеющемся муниципальном имуществе, которое может быть представлено в аренду. Это информирование о мерах социального поддержки для вашего бизнеса, который может вам предоставить корпорация. И это информирование о всех закупках, которые идут и которые касаются, вам подберут, которые касаются именно интересующего вас производства. Ну, по определенным критериям задается поиск, и вам это все пришлют на почту. Делается все моментально, то есть вы заказываете услугу, приходится у нас ее оформлять с минимальным набором документов, я еще раз говорю. И когда вы приходите домой, уже вам на почту приходит вот то, что вы заказали, то, что результат уже готовых услуг. Ну и помимо этого мы работаем со всеми услугами, в частности мы регистрируем юридические лица предпринимательства. Вот сейчас говорили про лицензии, которые мы принимаем документы для оформления лицензии, не только медицинской, фармацевтической, ветеринарии. Мы принимаем лицензии на такси, если вы хотите заниматься таким бизнесом. Мы принимаем лицензии потребительского рынка, то есть это на торговлю алкоголем, на там, ну, большой список у нас есть лицензий, которые мы принимаем. Мы готовы активно работать с предпринимателями. Приходите к нам, приглашаем вас все за услугами. Ну, а я вот продолжу, да, вопрос нашей зрительницы, что если ей получать лицензию, нужно будет ехать, да, по месту того, где ее, скажем, выдают, да, где ее оформили. Это касается всех остальных лицензий, да, вот тот же частный извоз, я имею в виду такси, да, и прочее, прочее. Торговлю. Нет, на такси он получит лицензию у нас. Ну, а скажем, производство продуктов питания. Производство продуктов питания, та деятельность, которая лицензируется, тоже можно подать лицензию у нас, можно посмотреть все на сайте. Не, ну, та деятельность, которая лицензируется. Спасибо, Инга Юрьевна. Вот давайте перейдем тогда от бизнеса уже к тому, о чем вы затронули эту тему. В первом плане нашей программы, да, вот ЕСИА, да, расшифровывается как Единая система идентификации и аутентификации, но не будем отмогать. Личности, да. Да, сильно. Это такая услуга. Подробнее об этом, что это такое, да. И мы очень-очень всех граждан приглашаем. Даже если наглядная агитация. Да, я даже принесла наглядную агитацию, потому что мы активно всех граждан предлагаем воспользоваться этой услугой и зарегистрироваться. Это, по сути дела, ваша система, ваш вход на портал оказания госуслуг, на любой портал оказания госуслуг, как федеральной госуслуги.ру, так и на портал оказания госуслуг Московской области. Это очень удобно. Вы регистрируетесь, вы получаете туда вход, и все услуги, которые вы можете получить, вы можете заказать, просто не выходя из дома. Вы можете оказать на сайте. Часть услуг, это уже будет конечный результат, как там запись ко врачу, какие-то другие услуги. Ну, то есть, все услуги, которые вы можете заказать, вы будете экономить свое время, вы будете экономить, ну, что рассказывать, люди, которые понимают. Ну да, у вас там перечень небольшой есть, там всего 10 основных. Да, всех, по сути дела, это ваш доступ, который всегда, все штрафы, вы оплатите, можете квартплату. То есть, максимальное количество объема услуг вы можете получить и заказать там. Для каких-то услуг вам потом придется в дальнейшем приходить в МФЦ, для каких-то услуг не придется, но это ваш доступ на портал, максимально, чтобы сократить время для того, чтобы работать уже в дальнейшем. Ну, насколько надежна вот эта система? Потому что, знаете, сами сказали, что сбои бывают в электронной программе. Я не сказала, что сбои идет в портал, работает хорошо. Сбои бывают в программе, в нашей программе очереди, но мы не будем сейчас развивать эту тему, потому что я думаю, что это пройдено и так. Хорошо, значит, это будет такая своеобразная реклама портала госуслуги. Но у нас есть еще один звонок, Ингевер, давайте готовиться к ответу. Слушаем вас внимательно, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, вот хотелось бы узнать, что это такое ЕСИЯ? Ну, это... Спасибо, да, за вопрос чуть-чуть поздали, Инга Юрьевна. Ну, давайте тогда завершим тему. Вот, может, перечислить основные услуги, которые оказываются через эту единую систему. Это система входа на портал госуслуг. Это система идентификации вашей личности. Вы приходите, регистрируете, получаете вход. По сути дела, это логин и пароль входа на портал. И для того, чтобы работать в личном кабинете, который открывает вам, ну, все возможности для того, чтобы какие услуги, ну, предлагает, которые услуги делаются эти порталы. Вы можете и посмотреть свой пенсионный счет. Вы можете и, я не знаю, заказать паспорт. Вы можете посмотреть свои штрафы. Вы можете оплатить ЖКХ и очень многое-многое-многое другое. Записать детей, в конце концов, в детский сад. Все это можно на портале госуслуг. Приходите к нам в МФЦ. Вам нужно прийти сюда только с паспортом. И вам эту услугу окажут. Заодно вам выдадут, покажут, как ей пользоваться, научат. И в дальнейшем ваша жизнь станет только удобнее. Ну, давайте еще вот некоторое время побудем в этой виртуальной реальности. У меня вопрос такой от меня, да. В том числе и у вас на сайте можно с этим ознакомиться. Что такое электронная подпись вообще? Насколько она нужна и насколько она заменяет подпись на настоящую, натуральную? Электронная подпись – это ваше заверение электронных документов. То, что вы действительно ее подписываете. Электронную подпись тоже можно оформить в нашем МФЦ. Есть сеть удостоверяющих центров. Мы представляем услуги удостоверяющего центра у себя в МФЦ тоже. Вы можете ее оформить. И электронная подпись нужна не только юридическим лицам, но и в частности и физическим лицам тоже. Если вы какие-то услуги заказываете через портал, то идентифицировать вашу личность и подписывать документы, что вы заказываете. Ведь все услуги, они носят заявительный характер. Все услуги вы можете заказать только от себя. Когда возникает вопрос в МФЦ, люди приходят без паспорта и просят, чтобы им там оказали услуги, даже выдать документы, мы не имеем такой возможности, незаконного основания работать с человеком, если он пришел без паспорта, потому что так идентифицируется его личность. Тут вы у нас идентифицируете личность, когда приходится со своей подписью и со своим паспортом, а ваша электронная подпись служит вашей подписью на электронных документах, который вот так облегчает вашу жизнь. Ну а теперь давайте поговорим о тех, кто не хочет облегчать себе жизнь и не пользуется электронными виртуальными услугами или не имеет просто такой возможности. Я имею в виду, конечно, жителей, так скажем, отдаленных поселений нашего района. Мы уже знаем, что открыты во всех поселениях. Удаленные рабочие места. Да, удаленные рабочие места. Там тоже можно оформить электронный цифровой пункт. Насколько они пользуются популярностью вообще? Вот есть какая-то статистика, да? Мы знаем, сколько всего воспользовалось услугами. У нас есть очень востребованные удаленные рабочие места. Настолько востребованные, что мы сейчас в конце года, вот сейчас вот проведя определенную процедуру закупок, получив компьютеры, мы будем их увеличивать, укрепнять. И они у нас будут работать, как в частности на Свердловке, уже не в режиме двух, а, наверное, четырех окон. То есть там мы еще дадим человека, который будет наработать целый рабочий день. Потому что там услуги реально востребованы. Востребованы услуги в Медвежьих озерах. Там тоже два окна, насколько я знаю. Там тоже два окна, причем они работают в разных местах. Там достаточно удобно для жителей. Востребованы услуги во Фрианово, в городском поселении Фрианово. Нам бы хотелось, чтобы уважаемые жители Щелковского муниципального района и близлежащих к городскому поселению Монина чаще обращались в наш многофункциональный центр, который расположен непосредственно по адресу Новинское шоссе 6, непосредственно в администрации городского поселения Монина. Мы бы хотели там видеть более активную явку людей к нам, потому что мы там готовы воспринять. Там практически никогда очередей не бывает. И поэтому приглашаем с большими наборами комплекта документов. Такие к нам приходят заявители туда. Нам бы хотелось, чтобы побольше люди приходили в Огуднево, которое удаленное рабочее место находится непосредственно в администрации. В Гребнево, где находится непосредственно администрация. В Литвиново, где находится там, где паспортный стол. Чтобы жители вот этих населенных пунктов, достаточно таких вот, ну все-таки удаленных от Щелково, чтобы они пользовались активно. Люди там работают. Мы готовы оказать больше услуг, чем вот люди, которые к нам приходят. График работы удаленных рабочих мест имеется на нашем сайте. Если вы позвоните в наш колл-центр, мы тоже вам скажем, какие у нас удаленные рабочие места. Даже если вы, например, пришли и у нас заказали социальную карту в Щелковском муниципальном районе, а хотели бы, ну вы являетесь жителем, ну отдаленных, Огуднево, Трубино, ну любого удаленного территории, ну неудобно вам ехать сюда. Вы можете позвонить в колл-центр, вы можете оставить заявку как непосредственно вот там, где вы живете, так непосредственно и у нас в колл-центре, чтобы вам доставили ваши готовые документы уже непосредственно сюда. Мы работаем на это. Вы можете позвонить и записаться, когда вам будет удобнее прийти. Так что мы готовы сотрудничать, готовы предлагаем жителям Щелковского муниципального района активнее пользоваться вот этой вот обратной связью, которая на нашем сайте, писать нам. Мы готовы подстраиваться под любую удобную для вам, изменять свою работу так, чтобы было нам удобнее вам и нам услуги оказывать. Ингер, ну вот вы призвали быть более активными жителям Монина, да, все-таки больше 20 тысяч жителей, наверное, самое крупное поселение после Щелкова, естественно, но не пользуются почему-то популярностью. Ну а вот, скажем, если не только жители Монина, а вот ближайшие соседи, тот же Свердловский, это наш район, да? Может, конечно. Лосино-Петровский, не наш район, вот они могут туда прийти? Ну, как правило, могут. Ну, просто до Монина было быстрее доехать оттуда, чем до Щелкова. Как правило, могут. Тут существует понятие, ну, экстерриториальности, насколько Лосино-Петровка, вот мы все вместе, где вот находимся, у нас и общее управление Росреестр, и общий паспортный стол, вот, как правило, все вот эти вот районы, которые кучками тут находимся. Но муниципальные услуги Лосино-Петровского района мы у себя в Монина принять не можем. То есть те услуги, которые оказывает администрация. Просто из-за того, что у нас нет соглашений между нами. Потому что всякие отношения, прежде чем мы документы примем, мы их должны куда-то отдать на исполнение, и это должно быть закреплено каким-то соглашением, которое существует. Вот. А так, в основном-то, конечно, могут документы принимать. Ну, а, соответственно, жители Свердловского в Монина могут приехать, да? Могут, конечно. Могут, конечно. И, соответственно, жители Лосино-Петровского с госуслугами тоже могут обращаться туда? С госуслугами, да. Ну, вот вы сказали, что нет соглашения между, да, администрации Лосино-Петровского у вас-то? Ну, у них свой МФЦ, в принципе. Ну, понятно, да. Я не знаю, насколько... Если, конечно, можно развивать... Ну, насколько лучше, конечно, развивать государственные, и вот как-то больше потребность в федеральных и государственных услугах, чтобы они были экстратериальные. Но они, как правило, вот все-таки тут такой принцип работает. А муниципальные услуги, ну, я думаю, со временем, наверное, это тоже будет вместе. Ну, пока это, наверное, не первая какая-то, ну, не первоочередная задача. Ну, вот я предлагаю подвести некий итог вашей работы, хотя первый итог подводили еще полгода назад, когда ровно год исполнилось образованию МФЦ. Поэтому предлагаю посмотреть еще один видеосюжет о том, как отмечали эту первую годовщину. Ну, естественно, я думаю, что будет еще и очень много-много таких годовщин. Но, тем не менее, еще потом, конечно, в конце возникнут вопросы. А пока давайте посмотрим видеосюжет. Мы находимся в главном офисе многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг, расположенного в Щелкове на улице Свирской 2А. Сюда успели за год обратиться уже каждый второй житель Щелкова. Здесь в режиме одного окна специалисты выдают важные для всех нас документы, начиная от свидетельства о рождении, гражданского паспорта, заканчивая оформлением социальной карты и выдачей документа о смерти. С первой годовщиной коллектив МФЦ поздравили первые лица района и области. Сегодня, решите мне от имени Московской областной думы, от себя лично поблагодарить вас за вашу работу. Коллектив, я вижу, весь светится, и я вижу, какие у нас есть улучшения. Сократилось время, ожидания в очереди. Мы все больше и больше количества услуг охватываем. Я вижу, что вы работаете хорошо. И сейчас мы спрашиваем у жителей, они довольны вашей работой. Мне хочется поблагодарить ваш коллектив. Он прошел непростой путь становления, крайне непростой. Нам было так обидно, что мы создали такое помещение для вас, такое место работы, а вы никак-никак не могли показать себя. А потом раз, и вы проявились во всей красе. Поэтому вам большое спасибо. Сотрудники центра, многим из которых нет еще и 30, сэкономили жителям на оформлении документов массу личного времени, отметил председатель общественной палаты района Александр Макаров. Кстати, его необычный подарок – таблички для обозначения мест парковки машин инвалидов – разместят на прилегающей территории. Ну, вот такой некий промежуточный итог. Естественно, будете отмечать еще много-много годовщин, и в том числе круглых. Но у нас осталось буквально две минуты до конца программы. Поэтому хочу спросить вас о ближайших планах. И даже в этом сюжете прозвучали цифры, которые уже устарели. Мы говорили об этом в начале программы. Поэтому, если можно коротко, какие услуги вы будете внедрять и оказывать нашим гражданам в самое ближайшее время? Ну, услуги, которые мы считаем, что будут очень востребованы, которые мы так вот готовимся. С 1 февраля мы будем оказывать услуги ГИБДД. То есть это выдача водительских удостоверений. С фотографированием на месте. То есть я так думаю, что это, конечно, вот сейчас мы к этому готовимся. Сейчас мы изучаем, закупаем сейчас все это оборудование, учимся работать на этом оборудовании. Нам два месяца дано. Я думаю, мы хорошо, грамотно к этому ко всему подготовимся. У нас будет вот работа, уже изменена работа с порталом госуслуг по оказанию услуг застройщиков по приему документов. Теперь все услуги по строительству мы принимаем только в электронном виде. Я так думаю, что вот, так думаю, знаю, что вот этот вот электронный вид, он будет развиваться дальше и дальше и переходить на много услуг. Вот мы, ну, это, наверное, первоочередное, что ждет. Услуги паспортного стола мы будем развивать. Часть услуг мы уже создали у себя удаленные рабочие места. Уже есть удаленки, где мы принимаем, оказываем услуги паспортного стола. Ну и будем отрабатывать те услуги, которые уже имеем, которые уже работаем. Конечно, у нас очень большие перспективы перед нами стоят. Будем разрабатывать систему обучения наших операторов, которые у нас работают. Самое главное, чтобы то, чему мы их научили, ведь дальше эти услуги будут развиваться. Они будут развиваться не только в количественном отношении, но они будут развиваться и в качественном. Потому что информационные технологии, они будут проникать. Мы сейчас уже это видим, что мы меньше и меньше уже берем документов у заявителей. Что мы больше и больше уже оказываем так называемый СМФ, заказываем. И работаем, чем больше и больше ведомств, нас привлекаем уже без минуя заявителей к оказанию этой услуги. Вот, поэтому мы будем отрабатывать и учить, отрабатывать систему самой главной обучения наших специалистов, которые работают. Ну и самих себе. Ну что ж, остается только пожелать вам успехов в вашей работе и о том, что вы действительно работаете на благо наших жителей. И, как известно, уже очень многие довольны этому. Спасибо, Инга Юрьевна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» была директор Многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг Щелковского района Инга Кривошеева. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!